10 сентября избирательные участки в Тюменской области начнут работать в 8 утра. Придя на свой участок, каждый избиратель получит на руки минимум три бюллетеня. Необходимо будет поставить по одной отметке в каждом. 10 сентября жители региона выбирают губернатора Тюменской области. Новый состав городской думы также пройдут до выборы депутатов областной думы и выборы депутатов сельских поселений. За ходом голосования будут следить почти 4000 наблюдателей. Будут работать 1062 постоянных и 9 временных избирательных участков. 377 из них полностью оборудованы системой видеонаблюдения. Уже сейчас круглосуточно дежурят полицейские. Все избирательные участки и помещения для голосования уже обследованы специалистами, кинологами и взрывотехниками и представителями управления МЧС по Тюменской области. Более тысячи объектов они проверили. И на сегодняшний день можно говорить о том, что все участковые избирательные комиссии, все помещения для голосования в Тюменской области готовы к единому дню голосования. Проголосовать за депутатов городской думы можно досрочно. Этим правом воспользовались больше 7900 тюменцев. Голосовать все равно нужно. Если мы не будем голосовать, то это безвластие получается. Правильно? Правильно. Вот каждый человек должен это четко понимать. Поэтому прийти и оставить свой голос. По уважительной причине проголосовать можно будет и дома. Для этого необходимо подать заявление или просто позвонить на свой избирательный участок. 10 числа до 2 часов дня мы принимаем заявление от избирателей, если они по состоянию здоровья не могут прибыть на участок. И до 8 часов вечера мы к ним, естественно, выезжаем. Они голосуют. И их голос обязательно будет учтен. Ровно в 20.00 двери всех избирательных участков закроют. Начнется непрерывный подсчет голосов. Ирина Ищук, Александр Вележанин, Тюменская служба новостей.